МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ночь на вторник тысячи жителей области совершили омовение в освещенных водоемах. Оранжевый уровень автомобилисты вновь могут воспользоваться снежными билетами. В областном театре драмы подвели итоги молодежного конкурса творческих работ в области театральной деятельности. В Крещенскую ночь с 18 на 19 января на Рязанских водоемах не зарегистрировано происшествий. Всего в области было организовано 33 купели. Тысячи рязанцев и жители региона в эту ночь совершили омовение. В областном центре единственная купель была организована на озере Ореховом. Погрузилась в освященную Иордань и моя коллега Марина Комиссарова. 19 января Православная Церковь отмечает один из своих главных праздников – Крещение и Богоявление Господня. По сложившейся испокон веков традиции, тысячи рязанцев минувшей ночью окунулись в освященные Иордани, чтобы очиститься от мирской суеты. Ведь, по поверью, в эту ночь вода обретает особые свойства и помогает избавиться от болезней физических и духовных. Приобщиться к древней традиции попробовала и я. Наша съемочная группа в эту ночь работала на Ореховом озере. Надо сказать, решение искупаться в проруби далось мне непросто. Однако уже при первом соприкосновении с водой, когда перехватила дух, я поняла, что эти неповторимые ощущения точно захочу получить еще. Согласно христианской традиции, Господь совершил крещение, чтобы очистить человечество от грехов. Поэтому погружение имеет смысл, когда оно совершается с верой. Это не просто оздоровительная процедура, это особый ритуал. В такой момент, в такую вот чудесную рождественскую ночь, мне кажется, каждый человек охватывает такое чувство восторга и подъем такого вот. Даже, которые люди и не близки к вере, они все равно вот тут промысел Божий нам, как говорится, непонятен, но нас он посещает. Даже вот кто вот был и далек от религии. Евгения Семеновне, кстати, 71 год, и она сегодня окунулась впервые, как и я. Но у многих пришедших рязанцев крещанские купания – это хорошая ежегодная традиция. Мы уже на протяжении трех лет купаемся на Орешке. До этого купались в Солочи. Но здесь более цивилизованно, здесь все организовано. Здесь МЧС, скорая, вот баня на колесах, пожалуйста. Вот уже два раза зашел, сейчас собираюсь третий раз зайти. Вода теплая, отличная организация, все классно. Давно практикуете? Не, недавно, наверное, года три. Но все равно еще к этому не привыкнешь. Все время настраиваешься, настраиваешься, настраиваешься. Заходишь в три раза и потом... Не могу передать ощущения. Добраться до озера в эту ночь было несложно. От площади Свободы до лесопарка ходили бесплатные троллейбусы. Безопасность людей во время крещенских купаний обеспечивали сотрудники МЧС, сотрудники аварийно-спасательной службы, поисково-спасательной службы на воде, подразделения пожарной охраны, врачи скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. На берегу установили палатки для переодевания. Все желающие могли бесплатно выпить горячего чаю. По информации пресс-службы УМВД России по Рязанской области, в общей сложности в богослужениях и омовениях, в прорубях и на святых источниках приняли участие более 70 тысяч рязанцев. Нарушений порядка, а также происшествий на водоемах в Крещенскую ночь не зарегистрировано. За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, и шестеро получили травмы различной степени тяжести. Днем в понедельник в Ряжском районе на 314-м километре автодороги М6 Каспий 55-летний житель города Ярославля, управляя автомобилем Audi Q7, двигаясь в сторону Тамбова, не учел погодные условия. Мужчина не справился с управлением, и его автомобиль совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-12 модели, под управлением 28-летнего жителя Тамбовской области. После этого Audi вынесла навстречку, где она совершила лобовое столкновение с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом, которым управлял 35-летний мужчина. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, а водитель Audi получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте автоаварии. Автоинспекция напоминает, если в пути ВАЗа остался снегопад, помните, что обзорность во времени погоды уменьшается, поэтому снизьте скорость, увеличьте дистанцию и боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам. Выполняйте все действия плавно, не делайте никаких резких движений. Будьте предельно аккуратны на дороге, строго соблюдайте правила дорожного движения. Кстати, о погоде. В связи с сильным снегопадом, госавтоинспекция и администрация города Рязани рекомендует по возможности воздержаться от поезда к наличным автотранспорте и просят не оставлять припаркованный транспорт на улицу города, так как это мешает работе снегоуборочной техники. Рязанские автовладельцы вновь могут воспользоваться правом бесплатного проезда в муниципальном транспорте. Городские коммунальные службы успевают чистить проезжую часть лишь на центральных улицах. Что касается второстепенных, то эти дороги в большинстве своем оставались нечищенными еще с прошлой недели. Хотя в Рязани работает около 120 единиц снегоуборочной техники, страдают от обильного снегопада равносильно как автовладельцы, так и пешеходы. Планируется ли исправлять ситуацию, и если да, то как скоро, пока остается только ждать. Хочется верить, что все-таки не до весны. К другим новостям борьба с игорным бизнесом продолжается. Рязанские полицейские проверяют организации, установившие электронные терминалы на улицах областного центра на признаки нелегальной азартной деятельности. Наталья Новикова расскажет обо всем более подробно. Сотрудники полиции совместно с инспекторами Федеральной налоговой службы провели проверочные мероприятия организации торговли биржевыми опционами через электронные терминалы. Проверки прошли по следующим адресам. Город Рязань, улица Вокзальная, дом 11, Московское шоссе, дом 31 и заводской проезд, дом 1. Инспекторы налоговой службы выявили нарушения по контрольно-кассовой дисциплине. В отношении нарушителей составлены протоколы. Им грозит штраф до 30 тысяч рублей. Также в рамках проверки полицейские изъяли электронные платы, жесткие диски и иное оборудование. В настоящее время полицейские проверяют указанные организации на предмет проведения нелегальной игорной деятельности. В Рязанском областном театре драмы состоялось подведение итогов молодежного конкурса творческих работ в области театральной деятельности «Драматив». Участником конкурса мог стать любой житель Рязанской области в возрасте от 14 до 30 лет. Организаторами выступили сам театр и региональное министерство культуры и туризма. С 10 октября прошлого года в оргкомитет конкурса было подано около 100 заявок. В основном они исходили от молодежи Рязани, а также Скопинского и Ухоловского районов. Ирина Ковалева расскажет обо всем подробнее. Рязанский театр драмы является одним из старейших театров города. Конечно же, этот статус, по словам директора Семена Гречко, подразумевает определенные традиции и некий налет консерватизма, которые не всегда положительно сказываются на работе театра. Руководству хотелось внести свежую струю, узнать, как видит современная молодежь отражение театральной жизни в фотографии, рекламе, маркетинге. Именно так и родилась идея конкурса «Драматив». Проводился он на протяжении трех месяцев. Принять участие в нем мог любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Работы принимались по четырем номинациям – дизайны графика, фотография, журналистика, рекламные технологии, пиар и маркетинг. – Конкурс удался. Скажу честно, я не ожидал такого количества участников. Мы думали, что по каждой номинации, ну, человек 5-7 будет. Но то, что около сотни человек подали заявки и более 80 работ мы рассматривали, это, конечно, ну, очень неожиданно. Очень неожиданно. И нам очень приятно, потому что это говорит о том, что все-таки молодежь интересуется театром. Перед членами жюри стояла довольно сложная задача. Талантливых работ было много, но победителем в каждой номинации мог стать лишь один человек. Елена Коренева вместе с коллегами разбирала тексты работ в номинации «Журналистика». Она поделилась с нами, по каким же критериям выбирались победители. Критерий было много. Ну, конечно, любовь к театру, она должна быть изначально. Оригинальность, какой-то язык. Но талантливых работ было много. А победила все-таки работа, где она сочеталась с некоторой театральной грамотностью. Победительницей в этой номинации стала Марина Власова, студентка третьего курса отделения журналистики РГУ имени Сергея Есенина. Мои эмоции, я думаю, видно по моим ушам. Они очень сильно покраснели. Я, конечно, безумно рада. И это очень неожиданно, но приятно. Всем участникам вручили грамоты и памятные подарки. А победители получили денежные призы. Организаторы надеются, что конкурс станет ежегодным и каждый раз будет привлекать все большее количество участников. И в завершении нашего выпуска хочется поговорить о прекрасном, ну, если так можно назвать, процесс деторождения. Рязанские студенты-медики будут учиться принимать роды с помощью рожающих роботов. Такое необычное приспособление приобрел для обучающихся Рязанский государственный медуниверситет. О том, как работает чудо техники, вам расскажет Марина Комиссарова. Центр симуляционного обучения появился в Рязанском государственном медицинском университете в 2012 году. Уже тогда студентам и интернам предоставили возможность применять знания, полученные из учебников и лекций, на практике еще до встречи с реальными пациентами. Данные роботизированные симуляторы практически полностью могут симулировать, показать настоящего пациента, чтобы избежать начала своей трудовой, лечебной деятельности студента, убрать элемент страха и более качественное образование, более качественное оказать лечение. То есть учиться не на людях, когда студент приходит и знает только теоретически, что ему можно делать. Здесь же можно отработать на практике все свои знания и уже после этого только идти непосредственно к пациенту, к больному. За время своего существования Центр симуляционного обучения РязГМУ уже вышел на третье место среди аналогичных центров в стране. И это еще не предел. Совсем недавно в Центр поступила новая роботизированная техника, которая позволяет отработать действия врача в любых самых сложных ситуациях от момента развития плода до самых родов. Есть возможность не только проследовать ребенка, как он находится в животе, но уже и последующие этапы, как ребенок родился, там неонатологический период, потом ребенок 5-6-летнего возраста, как и видели подросток и взрослый человек, которых можно полностью диагностировать, обследовать и обучать. Это робот-симулятор подростка примерно 5-6 лет, на котором, соответственно, можно измерить его все физиологические параметры. Эти физиологические параметры также можно увидеть на экране монитора, вроде как ЭКГ, артериальное давление, пульс, частота сердечных сокращений и температура тела. Робот умеет моделировать звуки легких, звуки сердца, и, соответственно, вы это можете послушать. Последние закупки у нас пришли самые замечательные, последние просто тренажеры, даже не тренажеры, а симуляторы высокотехнологичные. Это ультразвуковой симулятор, где есть все модули практически, которые в медицине используются. Это и кардиология, и гинекология, и брюшная патология, травмы различные, где можно обучаться не только интерным ординаторам, но и врачам, последипломникам. Также пришли роботы, как вы видели, Фиделисы, роботы акушерства и гинекологии, да, самые известные в России, по-моему, у нас второй, он из вузов, кто купил этот симулятор. На нем можно рожать и в головном, и в тазом предвижении, и обучаться будут у нас врачи ко всем неожиданным ситуациям, будут готовы в процессе рождения ребенка. Также у нас пришли Бэйбисим, Педисим, роботы-симуляторы младенца и подростка, на которых тоже можно проиграть практически все ситуации. Это и анфилактические шокы, и травмы различные. Наша съемочная группа попала на занятия к интернам, для которых тоже в новинку работа с подобной симуляционной техникой. Если вы все сделаете правильно, то через три цикла он сам начнет дышать, у него появится ЭКГ и судится врачи. Когда мы учились, таких, конечно, уникенов у нас не было, и такого мы не видели. А сейчас они как более современные, много у них функций разных, и вот эта наглядность нам очень помогает. Оборудование центра позволяет ознакомиться буквально со всеми ситуациями, которые могут возникнуть в практике молодого специалиста. И этот бесценный опыт вывел обучение на новый уровень. Между тем, техническое оснащение со временем будет расширяться. На сегодня это все новости. Далее в эфире, как всегда, программа подробностей. День города прощается со зрителями до завтра. Смотрите нас на Рязанских Кабельных. Всего доброго и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова